Илана Михаэль Ёлка Хаид Между нами говоря Добрый день, утро, вечер, дорогие наши зрители и слушатели. Мы снова с вами на лучшем радио. Программа, подкаст «Между нами говоря». Меня зовут Илана Михаэля. Со мной моя подруга, актриса Ёлочка Хаид. Здравствуй, Ёлочка. Привет, привет. Ты чудесно сегодня выглядишь. Спасибо. А я хочу тебе рассказать в связи с этим, что у меня большие раздумья. У меня сегодня на работе был некий почти конфликт или, скажем, полуконфликтная ситуация, когда я поняла, что там из пяти человек работу скидывают в основном только на одного. И в связи с этим, опять же, вспомнила знаменитую фразу, что очень хорошо работать в коллективе, потому что всегда есть на кого свалить вину за невыполненное задание. Вот. А фраза эта, она типа полуанекдотическая, а жизнь, как выясняется, она вносит коррективы. И ты встречаешь это наяву. Вот что с этим делать? В смысле, с тем, что на тебя сбрасывают работу? Нет, с тем, что в тебе как бы вырабатывают чувство вины, что если ты не сделаешь эту работу, ее не сделает никто, и ты будешь корячиться и, не знаю, работать там гораздо больше, чем тебе положено по статусу, по зарплате и так далее, чтобы каким-то образом этого чувства вины не ощущать. Но ведь это же неправильно. Ну, смотри, во-первых, я тебе хочу сказать, чтобы все, во-первых, все люди, я так думаю, испытывают на протяжении жизни чувство вины по тому или иному поводу. Пример, который ты привела, ну, это просто, видимо, тебя окружают манипуляторы, которые умело манипулируют и возбуждают в тебе это чувство вины. Вот и все. Надо просто не поддаваться. Нет, ну, вам не трудно возбудить чувство вины. Я скорее за справедливость. Манипуляции нельзя поддаваться. Ну, если ты за справедливость, не делай за других их работу и все. Причем здесь чувство вины? Как? Чувство вины, оно и есть основа. Те, кто на тебя навалили работу, а потом переживают, или что? Нет, переживает тот, и не обязательно это должна быть я. Это может быть любой человек в любом коллективе, но мы на таком же месте. Когда, скажем, из 5, 10, 20 человек, половина бездельники, условно, да, или большая часть, а есть несколько человек, которые делают всю работу, а бездельники им еще во главе там с начальником каким-нибудь, каким-нибудь, говорят, что ты смотри, вот, не разочаруй нас, не подведи нас, и в человеке проявляется чувство вины, если он ответственный человек, он берет на себя даже больше, чем, например, он вообще способен сделать. Я тебе хочу сказать, вот это вот все, это же еще начинается в глубоком детстве у людей, когда родители ребенку, родители себе рисуют некий идеал ребенка. Их ребенок, когда под него не попадает, ну, допустим, я не знаю, он может прекрасно рисовать, но плохо знать математику, или наоборот, родители начинают ему там вот, а вот сын тети Светы, вот он прямо прекрасно считает, и он так хорошо знает таблицу умножения, а вот ты нет. И у ребенка вырабатывается, начинает вырабатываться чувство вины, он начинает себя чувствовать плохим, он, не знаю, разочаровывает своих родителей, и дальше он с этим идет, дальше еще что-то такое происходит, еще что-то так, и он приходит к какому-то возрасту уже весь под грузом, напичканный этим чувством вины, которое может у него перерасти, там, я не знаю, в комплекс неполноценности, там, в депрессии. Вот я хотела сказать, что ведь чувство вины, это в первую очередь чувство неуверенности в себе. Судя по тому, что говорят во всяком случае различные специалисты-психологи, что зачастую чувство вины ощущают люди, которые очень неуверены в себе, не любят себя, причем начинается это, как ты справедливо сказала, в детстве, когда им внушают детям уже с малолетства, что они разочаровали, что они не достигли, что они некрасивые, что они не такие, что ловочка соседевские лучшие и так далее, и так далее. И вот к этому, скажем, достаточно зрелому возрасту эти люди приходят вот с этим ощущением. Ты согласна? И я, ты знаешь, вот я не соглашусь с тобой, что обязательно люди, что чувство вины присуще только людям с заниженной самооценкой. Я считаю, что это чувство одно из базисных, оно присуще всем. Ну что, ну ты никогда не испытывала чувство вины? Ну не может быть такого. Я думаю, это только ущербные люди не испытывают этого чувства вины. Вопрос, смотри, дальше встает вопрос, ли это действительно, есть же разница, ты, чтобы вот это вот чувство вины за что-то, что ты сделал, не переросло в отношение к самому себе. То есть, вот допустим, я сделал плохое, что-то, за что я чувствую вину, ну это не значит, что я плохой. А вопрос в другом. Это просто вот этот поступок был. Может быть зачастую, что твое чувство вины, оно вообще ничем не оправдано. А на самом деле, ты чувствуешь себя виноват и благодаря каким-то мнимым или лживым устоям, которые тебе внушали, например, с детства, или которые сегодня тебе внушает общество. Конечно. Вот я, например, прослушала некую любопытную передачу с какими-то известными психологами, где люди задавали, в основном женщины, надо сказать, меньше мужчины, разные вопросы. И там была одна девушка, которая, значит, спрашивала, как ей жить дальше, потому что она живет с мужем, который внушает ей чувство вины и чувство неполноценности в любых ситуациях, что бы она ни сделала. Она недостаточно красива, у нее нехорошая фигура, она плохо готовит, она виновата в том, она виновата в этом. И она в итоге пришла к тому, что она не может больше так жить. Вот с этими попреками. И вину за собой. Она понимает, что эта вина не настоящая. Но ее пытаются привести к ощущению... Муж манипулятор. Муж манипулятор. И она несчастная решила это так, поскольку она поняла, что муж был не только манипулятор, но еще и диктатор. Она не могла ничего сделать. Она зависела от него материально. Она не знала, как с ним бороться. Единственный путь ее борьбы был в том, что она перестала есть. Она исхудала до болезненного абсолютно состояния, потому что еда, это было единственное, что она могла в своей жизни контролировать. И вот на этом моменте, когда она вообще уже дошла до анорексии, она все-таки додумалась обратиться к психологу, и вот ее начали лечить. А вот, кстати, ты знаешь, вот ты говоришь, что женщины больше задавали вопросы, чем мужчины. Европейские ученые провели исследование, и выяснилось, что в большинстве своем женщины намного больше испытывают чувство вины, чем мужчины. А вот как ты это объясняешь? И они это объяснили, эти ученые. Даже мне это объяснять не надо. Они сами объяснили. Потому что женщины гораздо все больше драматизируют, гораздо более эмоционально относятся к событиям и проецируют все на себя. А вот мужчины, которые мыслят более рационально и более прагматично, чем женщины, они всегда ищут другого виноватого. Они всегда вину перекладывают, поэтому они меньше испытывают чувства вины, Ты мне напомнила рассказ одного мужчины, который сказал другу, позвонил и сказал, сегодня утром проснулся с чувством вины. Не знаю, за что и почему. Вот жду, чтобы жена проснулась. Она мне точно объяснит. Думаешь, в этом дело? Есть очень хороший... Есть рассказ вот у Лескова, который очень хорошо иллюстрирует, мне кажется, вот эту историю с чувством вины. Он называется Человек на часах или Человек на посту. Я не читала. Вот что-то такое. Там говорит... Там какой-то солдат, который стоит на посту, где-то возле Смольного или что-то такое. И он стоит на посту. Значит, оставить пост он не может, но он слышит, как в Неве кто-то кричит и стонет... Ой, стонет. Кричит и зовет на помощь. Последний раз купаюсь, типа. И да. И он... Почти весь рассказ, как его мучает... Он не может решить, что ему делать. С одной стороны, он не может бросить пост. С другой стороны, человек тонет, его надо спасать. Ну и чем это заканчивается? Я тебе скажу, он пошел, он бросил пост, спас этого человека, тонущего. И потом он был счастлив, когда он получил наказание 200 плетей, потому что у него было вот это вот чувство вины, что он бросил пост. И он за эту вину получил наказание и испытал облегчение. А награду за то, что он спас человека, ему не дали? Рассказ был не об этом. Об этом Лесков умалчивал. Но вот этот человек, он испытал облегчение и радость от того, что он получил 200 плетей. Но это мазохизм какой-то. Это значит, что этот человек, современные психологи объяснили бы тебе, что этот человек себя абсолютно не любит. И именно поэтому он с радостью принял это наказание. А я так не думаю. Нет. Потому что за что он ощущал чувство вины? То есть такая была у него преданность. У него была дилемма. Нет, у него есть долг. Он должен стоять на часах. То есть у него была дилемма или выполнить свой долг или спасти человека. Причем здесь отношение к себе. Разве спасение человека не является высшей как бы целью? Вот он и спас. Но в нем осталось чувство вины от того, что он бросил козь. Мне его жалко. Очень-очень жалко. Рассказ печальный. Ну конечно жалко. Рассказ грустный. Конечно. А еще жальше ветеринара. Конечно. Знаешь? Нет. Но я испортила весь рассказ. Потому что один доктор очень переживал, его очень мучило чувство вины. А внутренний голос ему говорил, да ставь ты, да ладно, все пациенты спят, все врачи, извини, спят со своими пациентами. Но второй гнусненький маленький голосок говорил, да, но не все они ветеринары. И это тоже чувство вины, согласись со мной. Не знаю. Смотри, мы все испытываем чувство вины. Ну вот смотри. Почему ты так на этом настаиваешь? Я уверена, ну я, во-первых, обязательно, вот я уверена, что обязательно все родители, ну я думаю, что все родители, испытывают чувство вины перед своими детьми, что они что-то не додали, что они могли больше уделять времени, что они там могли больше, ну в общем, я думаю, что да, я также, вот допустим, испытывают люди чувство вины, когда уходит кто-то близкий, умирает. Что тоже мало уделило внимания. Сколько бы ты не уделяла внимания, все равно, когда твой близкий человек уйдет, ты все равно будешь чувствовать вину, все равно. но это, если разобраться по-хорошему, если разобраться, то вот это чувство вины, оно иррационально абсолютно. А вот смотри, оно может быть и рациональным, а может быть и иррациональным. Если человек последняя сволочь и бросает своих детей, сдает в детдом, как мы часто, если мы смотрим разные ток-шоу на различных каналах, особенно российских, то полно мы видим мам и пап, которые отдают своих детей в детдома, потому что им охота пить, гулять, веселиться, и у них нет никаких угрызений совести, то, что они потом для камеры через 30 лет, когда эти несчастные дети их находят. И говорят, прости меня, сыночек, но дома должны быть и мясные закуски. Ты говоришь про каких-то ущербных людей, которым мы... Их полно. Базистые инстинкты человеческие. Их полно этих ущербных людей сегодня. Если человек совершил какой-то очень плохой поступок, вот бросил ребенка, через какое-то время его одолело чувство вины, и он пришел к этому ребенку, покаялся, и забрал его обратно. Это рациональное чувство вины. 99% случаев не родители ищут своих детей по детдомам, а дети ищут своих родителей. Вот у нас недавно в Израиле была история, когда девушка, которая бежала от побоев отца маленьким ребенком с матерью из Украины, через 25 лет решила все же найти своего папу, который ни разу не проявлялся за это время. С ней поехала съемочная группа. Я видела это. Да, и они нашли этого папу. Папа ее что, искал? Нет. Обычно ищут дети. Таких случаев очень много. Поэтому, видимо, эти люди вообще не испытывают никакого чувства вины. Если, например, ты совершил какой-то поступок плохой, что-то, ну не знаю, вот ты совершил что-то плохое, и тебя за это мучает совесть, тебя мучает чувство вины. Ну. Если ты можешь это исправить, ты исправишь. Если ты не можешь это исправить, ты сделаешь какие-то выводы, и дальше... Будешь себя хорошо вести. Ну, знаешь, ну зачем ты... Ты как-то это все упрощаешь. Нет. Я смеюсь. Я не хочу упрощать. Или это чувство может быть, если ты в него погружаешься, и погружаешься, и погружаешься, и культивируешь его в себе. Это приводит к неврозам. Это приводит к неврозам, и это чувство вины разрушительное. Поэтому я думаю, что может быть и так, а может быть и по-другому. Не знаю. Я знаю только, что современная психология зачастую трагтует чувство вины как чувство неуверенности в себе. Это практически равно одно другому. Значит, все люди на земле неуверены в себе. Кроме вот этих, которых ты привела. Кроме этих уродов. Которые... Ну, так же не бывает. Бывает, конечно. Все население земного шара неуверено в себе. В той или иной степени. Нет. Возможно, люди чувствуют... Что такое неуверенность в себе? Это какие-то комплексы. Комплексы, связанные с своим умственным развитием, с твоими неуспехами, не знаю, в учебе, на работе, по жизни, в карьере, с твоей фигурой. С твоими там неудавшимися типа детьми. Там и прочее. Пятое, десятое. Ну, это все в итоге. В итоге. Как бы чувство вины, которое считается, что очень взаимосвязано с чувством неуверенности в себе и с неспособностью преодолеть в себе вот эти комплексы. Ну, конечно, это взаимосвязано. Но я не думаю, что это обязательное условие. Понимаешь? Это взаимосвязано, но я не думаю, что это обязательно. То есть... Ничего вообще не обязательно. Я попробую сформулировать. Смотри, я попробую сформулировать. Такой аппарат. Каждый человек, который не уверен в себе, испытывает чувство вины, но не каждый человек, который испытывает чувство вины, не уверен в себе. Вот так бы я сказала. Ну, это прямо ты сейчас... Я не знаю. Я думаю, что мы вот эту твою сентенцию вынесем на обсуждение, на серьезную, на полицейскую премию, как минимум. Я думаю, что вот эти люди... Нет, ты права. Нет, знаешь, что вот я думаю? Я думаю, что вот эти люди, которые не уверены в себе, испытывают чувство вины, вот их чувство вины, оно разрушительное. То есть они в нем тонут, и приходят с ним к неврозам. Мало того, что они приходят к неврозам. А вот люди, которые не испытывают чувство неполноценности, у которых не занижена самооценка, но им все равно свойственно чувство вины за те или иные поступки, которые они завершили или не завершили, они просто... Они не культивируют в себе это. Они с этим пытаются... А что сделают? Ну, ладно. Нет. Ну, что значит, ну, ладно? Я там человеку морду набил ни за что. Ну, ничего. Нет, ну, что значит, ну, ладно? Пошел дальше. Да, ну, перестань. Но опять ты упрощаешь. Ну, вот смотри. Ну, допустим, человек... Нет, я не упрощаю. Я впадаю в крайности. Это другое. Ну, например, у человека умер дедушка. Ну, это просто пример. Просто незнакомый нам человек. Да, просто. Я как пример. Вот у него умирает дедушка. Его начинает мучить чувство вины, что он с этим дедушкой проводил мало времени. А если бы он проводил больше времени, дедушка бы не умер? Послушай, ну, Илана, ну, что ты перекручиваешь? Ну. У него еще есть бабушка, скажем. Так. Он с этой бабушкой начинает проводить больше времени, потому что он помнит, как он переживал, что он уделял дедушке мало внимания. То есть ты считаешь, что... Вот тебе, пожалуйста, польза от чувства вины. Да, преступление и наказание и искупление сразу тут же. То есть ты считаешь, что тот, кто чувствует вину по отношению к дедушке, будет лучше относиться к бабушке. Это факт? Ну, ты вот, ты понимаешь, ты берешь мои слова, перекручиваешь, упрощаешь и выдаешь какую-то сентенцию, которая вообще не о том, о чем я говорила. Нет, не так. Так в этом же вся идея нашего с тобой общения, что у нас с тобой разные взгляды. Я пытаюсь сказать о том, что чувства вины ему подвержены все, и оно не всегда разрушительно. Не всегда. И это зависит от личности и от человека, который испытывает чувство вины. Но ты согласна с тем, что человек должен пытаться, по крайней мере, с недаемой чувством вины учиться объяснять себе, почему он чувствует себя виноватым? Ну, согласна. Потому что очень часто это чувство абсолютно иррациональное. Как мы уже говорили, корни его в детстве. Это происходит от воспитания в семье, от того, как к нему относились те же бабушка с дедушкой и те же родители, как его растили, как часто ему говорили, ты виноват. Я знала одну девочку, с которой я училась в школе. Я помню, как она боялась рассказать родителям, в особенности своей маме, что она, например, заболевает. Потому что как только она говорила, мне болит горло, на нее начинали кричать, вот, мы так и знали, это ты во всем виновата, потому что ты там ходила без шапки по морозу. Ей не говорили, ой, очень жаль, давай мы тебе сейчас дадим горячего чаю там и пирамидон, и ты скоро поправишься, и все будет чудесно. Но это же очень, скажем так, частое явление, вот то, о чем я сейчас рассказываю. Подавляющее большинство родителей так действует. И почему такие родители так действуют? Потому что сами они не уверены в себе. Потому что их воспитывали точно так же. Да, и плюс подспудно, может быть, они чувствуют вину какую-то за то, что их ребенок, они не объяснили, что не надо ходить без шапки, скажем, в 20-градусный мороз, условно я говорю, поскольку было не до этого, не было времени, ну, не получилось. Тут ребенок заболевает, температура 40, их мучает совесть. Но для того, чтобы ее заглушить, они быстренько сваливают вину на ребенка. Да, согласна. Это же тоже возможный вариант. Вот тут я абсолютно согласна. И это очень прискорбно, и это наводит меня на мысль о том, что, наверное, прежде чем заводить детей, например, надо подумать о том, способны ли вы их вообще воспитывать. Ну, Илана, ну, кто это? Ну, ты представь себе, ну, садится человек и думает, нет, не буду заводить детей. Я еще не способен их воспитывать. А ты знаешь, что, например, в той же Германии, для того, чтобы взять на воспитание, что называется, кошку или собаку, ты должна пройти психотест на твою способность выращивать живое существо. так и должно быть. А детей каждый может рожать как ему угодно и когда угодно, потом то ли сдал в интернат, то ли сам расти со своими комплексами, да? Ну, там уже зависит все от родителей, от их уровня развития, от их культуры, от их образования. Знаешь, я сейчас вспомнила, я прослушала. Мы же не можем сказать, знаете, что давайте вот пусть умные, интеллигентные, образованные, воспитанные люди рожают, а те, кто морально не созрел, мы им не дадим рожать. Ну, так же не может быть. Я не сказала, ты знаешь, интеллигенция приобретенная, то есть нет вообще приобретенной, интеллигенция, она в основном рожденная. Ну, скажем, образование, оно приобретенное. Это вовсе не есть основа для хорошего родительства, да? Я немного утрировала. Ну, я имею в виду, морально созревшим будем разрешать, кто, во-первых, будет определять это, эту моральную зрелость. Кто этот судья, который будет определять, кто готов, а кто не готов. Естественно, что до этого мы еще, человечество не дошло. Это каждый человек должен сам за себя пытаться решить. Есть такие люди, которым бы я запретила рожать. Есть такие на земле. Есть, согласись со мной. Ну, это нереально, послушай. Ну, как? Нет, это нереально. Но тут уж мы с тобой, к сожалению, сделать ничего не можем. А чувство вины, а я тебе еще хочу сказать, что мне кажется, что я бы не хотела иметь у себя в друзьях людей, которые не знают, что такое чувство вины, которые не умеют его испытывать. Я бы не хотела в таких друзьях иметь. Я согласна с тобой. Я согласна с тобой. Еще, мне кажется, очень важно, чтобы человек, который чувствует себя виноват и мог повиниться. Вернее, сказать, я виноват, я не прав. Извините меня или простите меня. Ты понимаешь, что есть очень сложно. Да. Очень сложно. Но я тебе хочу сказать, что вот я бы разделяла эти два понятия. Вот понятие раскаяния и понятие чувства вины. Почему? Ну, мне кажется, что это разные вещи. Но если ты реальный человек... Потому что раскаяние... Вот смотри, как я это вижу. Раскаяние – это ты сожалеешь о каком-то поступке своем, и ты раскаиваешься, что ты его совершил. Чувство вины – это твоя проекция на себя. Ты говоришь, я плохой, я такой, я сякой. Вот это чувство вины. И это не раскаяние. Ну, так я вижу это. Ну, может быть. Я так представляю себе, что неплохо было бы, что люди, которые чувствуют себя виноватыми, обычно они чувствуют себя виноватыми, пусть только они кому-то из меня нагадили. Ну, или совершили какое-то предательство, подлость. Во-первых, я тебе хочу сказать, извини, мы еще все же окружены людьми-манипуляторами, которые пытаются в нас. Ну, у каждого человека есть такой знакомый, знакомая, который пытается в тебе вызвать чувство вины, грубой манипуляцией. Вот тут надо просто ее поддаваться. Я ее называю манипуляцией номер восемь. Да. Ну, скажем. А, кстати, ты знаешь, что женщины, они никогда ни в чем не виноваты. Ты знаешь, почему? Ну, я согласна. Потому что все свои поступки, они совершают в состоянии аффекта. Так говорят мужчины. Поэтому их не за что даже винить, и они не должны себя сами винить, ибо не понимают, что делают. Это называется. Забавно достаточно. Но если мы подведем итог нашей с тобой беседы, что же мы скажем с тобой? Ты знаешь, вот это тот редкий случай, когда я даже не очень знаю, что сказать. Потому что, ну, что сказать? Чтобы ты не знала, что сказать, я не верю. Скажешь, это будет лозунг. Лозунги говорить я не хочу. Ну, может быть, сказать, что мы все испытываем чувство вины по тому или иному поводу. Ну, желательно делать из этого какой-то вывод, но в него не погружаться, не жить этим, не культивировать в себе это. А с другой стороны, я бы еще хотела сказать, что очень важно нам всем не поддаваться манипуляторам. То есть, если в тебе кто-то искусственно вызывает чувство вины, а ты ни в чем не виноват, то надо не поддаваться. Но ты же это не всегда сразу понимаешь. Вот в чем дело. Когда есть вокруг тебя и ты человек по натуре своей, например, не манипулятивный, достаточно добрый, порядочный, ты не всегда разглядишь этих манипуляторов. И в связи с этим, я хочу сказать нашим слушателям и зрителям, смотрите внимательно, кто вас окружает. Смотрите, с кем вы дружите. И действительно, елочка, дорогая права, не позволяйте манипулировать, манипулировать собой. Чувство вины, оно, конечно, присуще всем нам или многим из нас. Но из него тоже надо делать выводы. Вот так мне кажется. И, наверное, становиться лучше. Я согласна. Стараться во всяком случае. Это мое личное чувство. Я сам решаю, виноват я или нет. И не дам никому. Виновата ли я? Виновата ли я? Виновата ли я? Да. Вот на этой оптимистической ноте. Да, елочка, попрощайся. До свидания, наши дорогие. Заходите на лучшее радио, жмите на колокольчик, подписывайтесь, комментируйте. Субтитры сделал DimaTorzok